Сложным выдался март начала 2000-х для Уссуриска. Если сейчас главная тема – коронавирус и борьба с ним, тогда говорили о тотальном безденежье. Чудом коммунальные службы дожили до весны, но накопились огромные долги. Люди месяцами не получали заработную плату. Власти города пытались активно решить нарастающую проблему. Нормальная работа коммунального хозяйства в 2000-м году нам необходимо было 527 миллионов рублей. Если 229 миллионов приварили 90 миллионов рублей, то у нас с учетом того, что не было исполнено доходная часть уже до 2000-го года, мы имели дефицит оближения 208 миллионов рублей на коммунальное хозяйство. Положение ожесточилось и тем, что начался информационный голод. От электроэнергии отключили уссурийскую радиотелевизионную станцию. Голубые экраны молчали. В ситуации всеобщего информационного голода, да и вообще отсутствия вещания, покорный друг Телемикс стал тем самым спасителем. Правда, для жителей нашего города еще не все потеряно. Телерадиоцентр Телемикс все-таки нашел возможность транслировать полюбившийся многим канал ТНТ еще со вчерашнего дня. Однако, видимо, одного канала было недостаточно, поэтому активно горожане ходили в театр и кино. На фоне всеобщей невыплаты заработной платы, кризиса коммунальной отрасли уссурийцы могли радоваться прекрасному. В 2001 году в Доме офицеров прошел концерт классической музыки. Зал полный. Я была удивлена замечательным залом. Такого у нас, по-моему, в Приморье нет. Это единственный зал на весь Приморский край, который действительно акустический, в котором приятно петь. И публика была просто замечательная. Воспринимали хорошо. Это всегда радует, это всегда доставляет очень большую радость. А вот у любимой уссурийцами сцена драматического театра Комиссаржевской. Так с весельем и задором здесь отмечали День театра. 27 марта. Для актеров всех стран день особенный. Всемирный праздник служителей сцены. И в 2001-м его отмечали с размахом. История длиною в 20 лет. Это летопись нашего города, нашей компании и наших жизней. Эти архивные кадры доказывают, что уссурийцы умели не унывать. И если 27 марта 2020 возможности в театр пойти нет, не запрещается поздравить полюбившихся актеров удаленно и посмотреть постановку по телевизору. Ольга Муравьева, Телемикс.